Здравствуйте! Здравствуйте, добрый вечер! Всем приветики, всем приветики, здрасте, здрасте. Ну что, ну июнь месяц, июнь месяц, даже Супермену иногда холодно в июне месяце. Жесть, погода прямо, ну, салямчик Дагестан. Здрасте, здрасте, привет, Алина, привет. Да, слушайте, ну, в Москве, короче, дождь, гроза гремит, причем дождик такой затяжной, я чувствую, что это, как говорится, суточный пошел. Ну, прикиньте, у нас опять дождь. Буквально вчера, позавчера было 30, там до 33 доходило. Сегодня бах, и это. Моздок вижу, привет. Здрасте всем, да, у нас дождь. Я не знаю, как это объяснить. В принципе, с одной стороны, вы знаете, это, конечно, хорошо, потому что пригрело солнышко, немножко дождичком, как говорится, это, подмочило. Пригрело солнышко, и раз, и опять дождик. Это хорошо. А в Сибири жара, а в деревне Гадюкино дожди. В Воронеже тоже холодно. Привет, Астана, привет. Смотрите, Кубань. Здорово. В Кизляре тоже дождь был, блин. Это не тулуп. Это шкурка, телогрейка такая. Она такая, видите, такой ватничек, ватничек. Я же из России, я же, это, путинский раб. У меня, видите, какой ватник? У меня вот такой ватничек, прямо шикарный, очень тепленький. Смотрите, видите, какой. Поэтому я в своем этом... Ну, такие у нас ватники, че. Зато комаров нет. Да, Кыргызстан, вижу, привет всем. Здрасте, я тоже на даче. Шерлока смотрю, и вас параллельно. Шерлока английского? С камбетчером? Хороший актер, мне очень он нравится. Один из немногих актеров, наверное, вот после Шона Коннери, наверное, это второй актер, который вот реально, ну, прямо вот мощный, мощный. Да, Супермен, это я. Сегодня это я. Привет, Украина. Здрасте, здрасте, привет. Запорижа. Добрый вечер. А, Украина, кстати, я тут слышал, у вас легализовали. Сегодня Рада подписала, там что-то проголосовала, или подписала, что-то такое там, игорный бизнес. Ну, вы теперь просто Лас-Вегас, блин, ко всему прочему, и вы еще и Лас-Вегас. Я предлагаю еще узаконить проституцию и наркотики, и будет вам счастье. Ай, кошмар, кошмар, кошмар. Прямо вот я не понимаю, честно говоря, мне даже вот непонятно, за что все это Украине, вот за что. Ну, ну не хватало еще, ко всему прочему, еще и игорный бизнес. Сейчас пойдут с молотка последние, сейчас будут проигрывать все. Все, это же страшная болезнь. Елки-палки. Нельзя, ну нельзя, ну штаны же последние отдадут. Будут из дома воровать. Мало того, там наркомания, там, по-моему, второе место в Европе занимает, так еще теперь игорный бизнес. Ну, прямо такое ощущение, что там реально решили не просто землю продавать, ее решили даже не покупать, ее решили просто очистить от проживающих на этой земле полян. Блеха-муха. И смех, и грех, и слезы, и ком в горле, когда ты все это слышишь и понимаешь, что там происходит. Жесть какая-то, жесть. Письма на стекле. Хороший, да, я согласен, хороший. Добрый вечер, Волжская. Привет, привет, привет. Хороший, да, письма на стекле, очень хороший сериал получился. Привет, Волынь. Привет. Привет, Волынь. Чай любите с сахаром? Нет, я сахар не употребляю. Я с медиком люблю. Чай, сахар как-то, ну, слушайте, мы сахар и так, как бы в процессе вообще пищи, мы и так сахара всегда много получаем. Вот. Сейчас как ломануться на Украину? Слушайте, зачем на Украину ломиться? Вон в Минске, в Белоруссии тоже игорный бизнес. Он там ограничен, правда, там очень серьезное государственное регулирование, прямо на таком уровне высоком. Вот. Ну, не знаю, как это будет на Украине регулироваться. Ну, короче, я считаю, что это неправильно. Вот почему я говорю, еще осталось проституцию узаконить, ну, легализовать, она есть. И наркотики легкие разрешить, и все. И будет просто, я не знаю, вторая Ямайка какая-то. Чай с мятой, я мяту добавляю. Я говорил, что я пью Иван-чай, он же кипрею скалистный, ферментированный. И я добавляю немножко мяты, и добавляю немножко чабреца горного. И это все с медом. Я сахар уже очень давно не употребляю. Каким спортом занимаетесь? Я уже отзанимался спортом, я уже так, знаете, фитнес, больше так, знаете, для поддержания общего тонуса. У нас прохладно стало, у нас пошел дождь, у нас задул такой северный ветерочек, вот. Но у нас сейчас, чтобы вы понимали, градусов так 18. Буквально вчера было 30, позавчера было 33, сейчас резко 18. Ну, как вы понимаете, накинул, накинул как бы шкурку, чтобы не чихать, не кашлять, потому что подумают, что ковид, не дай бог. И все, на две недели. А у меня работа. Приезжайте до нас в, что, в Малий, Дюбомоль. В Дюбомоль. Дюбомоль. Это, а, там на Волыне, да. Да, Дюбомоль. На Волынь. Ну, не знаю, я ж цей, как его, я ж не знаю. Я же, я хоть и украинец, как сказать, я русский, украинского происхождения, но я боюсь, что там не это. На Волыне я буду чужинец, чтобы меня там часокерочи, вилами не штрикнули. Я подумаю. Дякую за приглас, но я подумаю. Олегом Винником у вас присутствует. Не знаю. В Москве уже 18. Ну, я говорю, в Москве 18, в Подмосковье, значит, уже 16. Спасибо. Иришка, привет, да, большой. Витерс, Беларусь. Привет, Беларусь. Да, привет, привет. Казахстан, здрасте, здрасте. Нет в Москве дождя. Вот я тебе говорю, у нас сейчас 80 километров от Москвы, реально льет, льет. Вот послушайте. До Москвы сейчас доберется. Град обещают ночью. Вам нравится русская попса 90-х? Слушайте, не все. Что-то такое есть, знаете, такие ритмы, что называются, ритмы моей родины какие-то есть, такие заводные. Но сказать, что я прямо там, да, там, поэтому балдею, нет, ну такое, знаете, под настроение, там, бздынь-бздынь-бздынь, потанцевать там как-то там, вот, еще можно. Но так, чтобы я прям фанат был, ну, не могу сказать. А в Таганроге солнышко. Ну, у нас тоже было два дня. Где будете открывать детский парк? Вы молодцы, хорошее дело. Да, слушайте, собираем деньги. Мы за неделю собрали уже на сегодняшний день 18 миллионов. Ну, это очень мало все равно. Потому что, ну, нужно собрать, ну, что такое миллиард? Миллиард это тысяча миллионов. Тысяча миллионов. Мы за неделю собрали 18. Проблема в том, что очень быстро, как бы, требуют... Понимаете, в чем дело? Грудинин может расплатиться, Грудинин могут просто отобрать акции совхоза, вот, в счет погашения, как бы, долга этого якобы, да, вот. И власть перейдет просто к другим людям, они его просто сменят. И там, на самом деле, не очень порядочные люди, вот. Там такое рота-агра, такая история, как бы, лезет туда, вот. Ну, такое, знаете, они земли там отжимают потихоньку, и ничего не выращивают, на самом деле. Такое, знаете, какая-то такая пыль в глаза. В основном выводят, как бы, землю из сельхозоборота, и на ней потом начинают строить вот эти человейники бетонные, вот. Как я говорю, посреди борщевика в Подмосковье стоят бетонки 22-этажные, и все. И там оно само по себе, как говорится, качество говно, цена тоже говно, вот. И поэтому там определенная категория людей, как бы, да, там туда переселяют в основном из Москвы по реновации, где-то из центра людей туда перекидывают, а в центре ломают, ну, и строят там какие-то такие, знаете, прямо люксовых, там, класса люксового жилье, вот. Так что вот такие дела. Там, в общем-то, ситуация не очень хорошая, не очень порядочная, вот в чем дело. И, к сожалению, к сожалению, мы проигрываем, вот. Ну, что? Остается только как во Франции, или как привлечь внимание только каким образом. Это начать просто-напросто войну, прям в прямом смысле слова. Жечь, бить, ломать. Я не знаю, как еще, потому что власти, ну, то есть, никак не реагируют. Никак не реагируют. То есть, уже говорят даже, уже там, Зюганов там уже говорит в открытую по телевизору о рейдерском захвате и так далее. Никаких вообще движений, как будто, вот, знаете, такая тема, значит, как, знаете, решенная и закрыта. Это, конечно, очень печально. А, кстати, по Хабаровску, я тут поинтересовался, кстати, историей-то Хабаровск, Хабаровск. Я поинтересовался. Слушайте, ну, ребят, если тут хабаровчане есть, выскажу свое мнение без обид, как бы, как вот я со стороны вижу, да. Я понимаю, что вы там лучше, возможно, это все знаете, потому что вы там живете и так далее. Ну, это вот примерно, как вы будете мне рассказывать про совхоз имени Ленина, да. Я прекрасно понимаю, что вы лучше меня знаете. Ну, так, на первый взгляд, я вам так скажу, что человечек вышел из 90-х, вот, да. Да, бизнес у него, как бы, которым он занимался, он очень криминальный был. Его какие-то партнеры, его какие-то конкуренты как-то очень странно и очень как-то скоропостижно погибали. Это вызывает вопросы. Не факт. Я не суд Российской Федерации. Не факт, что это, как бы, там, уже окончательное обвинение, но, тем не менее, меня это смущает. С другой стороны, он что-то делать начал, ну, как бы, в принципе, молодец. Я не знаю, стало ли лучше жить хабаровчанам при нем, вот, сомневаюсь. Потому что до этого там был, как бы, типчик, который там область хабаровскую вогнал, я так понимаю, там просто какие-то страшные долги, вот. Ну, кстати, местный был, ваш, ваш. То есть тут, как бы, тоже предъявы такие кидать, в принципе, Москве, ну, выбрали-то-то сами своего. Нет, он, конечно, понятно, он из Единой России, там, трали-вали, возможно, какие-то движения были и так далее. Но, тем не менее, вот. Не знаю, для меня история очень непонятная и очень мутная. С одной стороны, вроде бы, как и предъявляют ему, ну, по факту какие-то вещи серьезные, и вполне может быть, что он к этому имеет отношение. А с другой стороны, с другой стороны, ну, надо доказать, и потом, ну, знаете, кто и не без греха во власти-то. Ну, там у всех, в принципе, я считаю, есть, как говорится, скелеты в шкафу. Поэтому даже не знаю, нет у меня конкретного такого, вот, что он или виноват, или не виноват. Надо посмотреть, поинтересоваться еще, людей поспрашивать, которые, ну, как бы, в теме. Если что узнаю, расскажу. Ужас, ну, дальше у вас получилось открыть парк для детей. Ну, посмотрим, посмотрим. Артисты вне политики, разве не так? Это вы на Украине, скажите! Более, более 250 актеров и артистов Российской Федерации в списке миротворца. Их не пускают, не пускают на Украину. Не будьте вы наивны. Актеры и артисты имеют в политике прямое отношение. А, Багдашка как? Нормально. Только что плакал, сидел, занимался математикой, не получается. А он максималист, понимаете, у него, если что-то не получается, он очень нервничает по этому поводу. Нету еще вот такого, знаете, немножко критического отношения к себе в целом. Вот. Такой ветер, такие деревья ходуном ходят, посмотрите. Вообще жесть. Вот. И он по этому поводу очень нервничает такой, начинает плакать и так далее. Ну, его успокоишь, а так, в принципе, хорошо математику. Я думаю, что с него толк получится. Новая роль когда? Слушайте, наверное, уже с августа месяца пойдет. Сейчас доиграем до конца то, что начали снимать, и потом уже новый проект будет. У меня внучка Багдаша. Богдана, наверное, да? Воздух супер, да? Ну, хороший воздух, что тут скажешь. Что есть, то есть. Пусть за окном не Настя, да-да-да. Как у вас обожают слушать? Вот такой классный привет из Волгограда. Привет. Стараюсь писать российской мовой, бы не разумеет и нажаль украинской мовы. Кто не разумеет? Может быть, мои, как бы, тут большинство людей, конечно, понятно, по-русски пишут. Почему? Почему что... Июль. Фига ветер. Прикиньте. Прямо реально. По идее, это Петра и Павла же скоро, да? То есть, по идее, самые жаркие дни должны вот-вот начаться. Середина же лета, а 18-16-18 сегодня. Синее озеро снимали мы 12 дней. На Южном Урале жара невозможная. У нас 36 курган. Ну, вот видите, а у нас, получается, западная, как бы, часть России под дождями вся. Подтопила, там, Тулу, Орел, Курск, там, что-то там еще кого-то. Привет, Италия. Бонжорно. Уже вроде был. Кто был? Не знаю. Он уже был вчера Петра... А, вчера Петра и Павла был. Ну, вот представляете, да? Самые жаркие дни. На Украине Петривка называется. Есть такая поговорка. Ну, ты захватил мерзлого в Петривку. Петра и Павла самые жаркие дни. Там 11 дней. Вот. А мерзлого почему? А раньше, как бы, делали погреб. Делали погреб. На речке резали лед в самую холодную погоду. И ледяные глыбы приносили в погреб и устанавливали, как бы, да? И вот это все давало холод такой естественный в погребе. И летом этот лед... Его присыпали сверху соломой. И летом этот лед, в принципе, в погребе поддерживал очень-очень низкую температуру. Вы видите, как бы, комар-комар-комар лезет. Вот. Очень низкую температуру, как бы, держало. И можно было там хранить продукты, мясо туда-сюда. Но уже, как бы, ну, вот, на Петра и Павла это обычно все таяло. Поэтому, как бы, говорили, что захоти в мерзлого в Петривку. Хе-хе-хе. Привет, Крым. Да, у нас дождик. Мы вас любим, я и моя дочка. Спасибо. Привет, дочки. Да, погреб такой был. Вот-вот, я же говорю. Потому что у меня... У меня, помню, бабка такую яму держала со льдом. То есть погреб был отдельный. Он был достаточно глубокий, кирпичом выложен. Поэтому там было холодно. Но была специальная яма, вот, со льдом, на которой хранили там, это... Ну, потом уже холодильники появились. Уже, как бы, тогда уже попроще стало. Замерзли? Нет. Но я оделся не для того, чтобы... Я одеваюсь не тогда, когда замерзаю. Я одеваюсь для того, чтобы не замерзнуть. Казахстан, привет. Комар прячется от дождя, не выгоняйте. Да-да-да. Точно так же подумал, наверное, свое время Моисей. И не убил ту проклятую пару комаров, которые на ковчег сели. Ха-ха-ха. Вот. Привет, ищи репорца. Здрасте. Сегодня с вашим... А-а-а! Я забыл вас спросить. Сегодня день взятия Бастилии. Ребята, смотрите, что праздник зря не прошел. Ха-ха-ха. В кои веки есть возможность отметить этот... Этот замечательный, совершенно придуманный праздник. Национальный праздник Франции. Если вы думаете, что взятие Бастилии, это было какое-то грандиозное сражение с кучей трупов с обеих сторон, пушки, женщины с обнаженной грудью, с саблей и флагом Франции, кричали «Вива ле Франс!» там, да, там, или там, и так далее. Ничего подобного не было. А в истории события взятия Бастилии описывается следующим образом. Группа пьяных решили освободить своих корешей. Подняли на это... Был какой-то праздник. Он так наложился. Короче, народ перепился, схватил вилы топоры и пошел освобождать незаконно, так сказать, на их усмотрение задержанных. Те шесть пьяных охранников Бастилии, увидев эту бешеную толпу, кинули им ключи и сами убежали в ту же толпу и продолжили там бухать. После чего народ открыл все камеры, которые в 90% были пустыми, выпустили там какое-то количество заключенных, в основном мошенников, насильников, убийц. Вот. Потом решили как бы вообще ее разобрать. Разобрали ее на кирпичи и построили себе ну какие-то там лачуги у кого-то были, у кого-то там дом был старый, кто-то себе второй этаж построил и так далее. Ну короче, разобрали эту Бастилию, они разобрали ее на кирпичи, вот, и все. Вот. Спустя годы, спустя годы это все обросло мифом, это обросло все легендой и в конце концов они решили сделать это самым главным национальным праздником Франции. Вот. Ну это чтобы вы просто знали, что такое день взятия Бастилии, как это было на самом деле. Ха-ха-ха-ха-ха. Так что вот так вот. Привет, Украина. Привет. Всю жизнь отмечаете. Ну вот теперь вы знаете про Петра и Павла, про это, про Петра и Хевронию я вам рассказал, про взятие Бастилии я вам рассказал. Что-то мне еще осталось рассказать. Ну потом вспомню. Да-да-да. Нет, ну там после этого все равно начался такой французский Майдан. там по любому поводу они как бы, они просто, понимаете в чем дело, когда народ, когда народ малограмотный, вот, чернь, так сказать, почувствует вдруг свою силу какую-то такую, да, по сравнению там, вот, то они сразу что делают, самый простой способ, что, силой решать все вопросы. Вот. вот с этого, в принципе, началась как бы череда революций, вы же понимаете там, да, там же во Франции была не одна революция, их там было, если я не ошибаюсь, четыре, вот. Просто четвертое, последнее закончилось тем, что там, ну как бы, в принципе, и французов, и королевскую династию практически вырезали, вот, и так далее, но тем не менее, вот, и после взятия Бастилии, там регулярно начинали вспыхивать какие-то народные волнения, в конце концов, пока англичане не дали денег, англичане не дали денег, не подготовили специальных агентов влияния, которые придали этому, ну такую, более цивилизованную форму, ну, со взятием власти в стране вообще, с уничтожением, с уничтожением, королевской династии, вот, и так далее. Ну, в общем, это было всем выгодно. Это было выгодно и Германии, это было выгодно и Англии, это было выгодно и Испании, и так далее, и так далее, потому что они все были конкурентами, вот. В результате Франция лишилась там части земель, и так далее, и так далее, и так далее. Ее там разграбили по самое не хочу, и она только там более-менее очухалась, когда судьба послала Франции Наполеона Буонапарта, вот, который вернул все захваченные земли соседями, вот, более того, начал колониальные войны, и, в принципе, после этого сделал Францию империей, а сам себя императором. Вот. Оренбург, здравствуйте. Здравствуйте, у вас холодно, у нас прохладно. Лето же, июль месяц, Петра и Павла вот буквально на днях было. Какой же холодно, прохладно. Казахстан. Ну, нет, вы понимаете, в чем дело, всем вот эти вот истории исторические, я же историей увлекаюсь, я их просто упрощаю, и рассказываю их, как смешную историю. Хотя, на самом деле, это знаковое событие для той же Франции, для Европы, и для мира в целом, и так далее. Но я просто не очень люблю, когда это все очень так напыщенно преподается. Вот. Все было значительно проще, вы будете удивлены. Но самые глобальные какие-то вещи, которые меняли ход цивилизации нашей, вообще мировой, они были до смешного, просты, и очень такие, знаете, глупые даже. То есть, все начиналось с какой-то такой глупости, вот. С такой какой-то шутки, на самом деле. Что-то серьезно не воспринимал никто. Но в результате происходили события, которые увлекли за собой сотни тысяч жертв, мировые войны, какие-то невероятные сражения, лишения, и так далее, и так далее. Вы как Родзинский. Не-не-не, Родзинский нет. У него своя была тематика, у него был свой стиль, и я его очень люблю. Он прямо рассказывал прекрасно. Мне не получится, мне нужен свой стиль. Повторять Родзинского, это глупо, потому что он уникален и неповторим. А мне нужен свой какой-то стиль. Я не похудел, я помолодел. Вы, наверное, давно не были, вы не знаете, вы не знаете правила приличия в нашем обществе. Я помолодел. Я на даче у себя. История не любили? Как можно не любить историю? Вы что? История – это цепь удач и неудач, на которых любое государство должно учиться. Ну, как бы, вы же понимаете, да? Лучше же учиться на чужих ошибках, чем на своих. Так вот, история, история для политика, как бы, который там, да, это просто вот настольная книга, потому что все повторяется, все идет по спирали. Есть точки, которые мы пересекаем, и люди не меняются. Меняются только гаджеты. Понимаете, в чем дело? Меняются только морально, какие-то моральные устои меняются. Появляются более удобные вещи. Человек внутри остался таким же, каким он был во времена, не знаю, Моисея, там, Иисуса, вот, и кого, Адама. Вот. Ничего не изменилось. Просто больше появилось каких-то морально-этических устоев, которые регулируют наши с вами отношения. Вот и все. Но поверьте мне, как только, как только на какой-то момент отключаются вот эти вот правила этикета внутреннего, цивилизационного, человек хватается за топор, за автомат, за нож и начинает убивать себе подобных. Ну, или объединяется в группу единомышленников и убивает своих инакомыслящих. Неважно, по цвету кожи, по религиозному там, исповеданию, там, по языковому, языковой принадлежности, по цвету глаз, волос и так далее. Люди очень быстро превращаются в скотов. Очень быстро. И очень быстро над ними берет власть, берут власть, низменные инстинкты. Вот. Поэтому я говорю, что самое важное это образование. Образование. Все события, которые происходят в бывшем Советском Союзе, негативные, связаны только с тем, что наши европейские коллеги первое, что сделали, правильно, они уничтожили нашу образовательную систему и начали учить на свой лад. Всякие программы обучения, культурные обмены, трали-вали и так далее. Это, это, закладка, закладка тех вещей, той замедленной бомбы, которая в определенный момент разрушит любое государство. Вот и все. И причем даже не нужно посылать своих мальчиков на войну. Внутри этой страны растет поколение, которое, которое готово снести эту страну к чертям собачьим. По любому поводу. Как это было на Украине? Как это было в Грузии? Как это было... Ну, Прибалтика, ладно, не будем брать Прибалтику. Они никогда, в принципе, не были наши. Скажем так, Прибалтика, это, наверное, единственная колония была на территории Советского Союза. Они всегда были врагами. Я жил в Прибалтике, я знаю. Что у вас написано на ромбе? Как ты думаешь, что это? Привет. Учителем истории? Да, но вы поймите, ведь учить... Как сказать? Истории невозможно научить. К истории нужно пробудить интерес. Вот у меня такой был учитель истории, который пробудил во мне интерес к этой науке, к этому предмету. И я взахлеб. Я взахлеб. Мне через месяц 48... А я... История... Это вообще очень моя любимая вещь. Потому что есть много темных пятен в истории. Есть очень много светлых пятен. И это хочется узнать, как это было на самом деле. И... Когда ты не можешь найти источники, ты включаешь логику и пытаешься понять, как бы поступили исторические личности на тот момент, ну, исходя просто из человеческой логики. Вот. Это попытка вселиться, как говорится, в них, почувствовать себя в этой шкуре и подумать, что бы сделал я. Причем не я, как человек, там, 21 века, да, вот. А как человек именно того времени. Это же нужно еще понять психологию, как они жили, какие у них были моральные устои и так далее, и так далее. А это только можно сделать, когда у тебя есть огромное количество багаж, начитанной. Причем начитан хорошей литературы, каких-то исторических воспоминаний, писем и так далее. То есть у тебя получается в неком, в каком-то момент, у тебя получается некий психологический портрет вообще общества. это очень интересно. Это очень интересно. Любой науке нужно пробуждать интерес и нужно понимать предрасположенность ребенка, к чему он предрасположен. Так что вот почему вот педагог должен быть еще и психологом обязательно. Потому что он должен как раз вот этот клубочек-то и размотать в ребенке понять какая наука ему будет приносить пользу и удовольствие. Пикуль нравится. Ну естественно было бы удивительно если бы я был такой же здесь как вы меня в кино видите. Слушайте у меня же все в порядке с головой. Там моя работа, там роли, там образы. Здесь я в жизни такой. Ну это я с вами такой. Я могу быть и угрюмым и молчаливым и противным и невозможным вот и злым и добрым и веселым и грустным. Я же разный. А мне русский. Прекрасно. Мне он тоже нравится. Так. Удачи вам во всем. Город Нальчик. Спасибо. Я классный. Да, я такой. Наукам каким-то... Да знаете, Богдан сейчас в том прекрасном возрасте, когда он увлекается всем понемногу. И я это все понемногу стараюсь максимально развить. Он очень хорошо рисует. Он очень хорошо собирает конструктор лего. Он в принципе неплох очень в математике. Он очень хорошо читает стихи. Причем он их понимает, он их чувствует. Он... Он любит очень смотреть какие-то такие, знаете, научно-познавательные программы и любит очень журналы типа, знаете, наука и жизнь, типа, эрудит, вот такие, знаете, вещи. Он очень любит, когда я ему их читаю. Вот. К спорту у нас так отношения не очень. Ну, так бывает, охота побегать, футбол погонять или на велике покататься. Вот. Ну, мы еще любим, мы еще любим на мячах подраться. Это у нас сейчас тема. Он, короче, Айвенга. Вот. Я темный лорд и у нас мечи и отбитые руки и синяки на голове и на попе и на ногах и на руках. В общем, короче, сражаемся, сражаемся. Деремся со щитами, с мечами. Я учу его этому бою. Вот. Ну, так, учится потихоньку. Единственное только, когда дерется, язык между зубами. Бля. Бля. Так смешно. Я говорю, когда-нибудь язык себе откусишь. Я говорю, сомкни зубы, спрячь язык. На 30 секунд хватает, потом опять язык на плече. В общем, весело. Весело. Привет, вам из Южного Урала. Мы вас любим. Спасибо. То, что сын любит труд и заслуга родителей. Ну, маманька в него вкладывается много, да. Я работаю, как бы, да. Не всегда могу там, что называется. Но жена занимается с ним очень много. Очень много. Что вкусного готовит вам жена? Слушайте, вот сегодня она мне сварила рис. Разваристый. Вчера мне сварила картошку. Пюре сделала. Мясо я готовлю себе сам, потому что так на пару, как я готовлю, никто не готовит. Вот. И все. И все. Я же на диете. На жесткой диете. Так что, как сказать, кулинарией меня не заманишь. Мне 70% из того, что я ел раньше, нельзя. Нельзя. Привет. В Белгороде тоже дождь. Уже два дня. Ну, вот я чувствую, что у нас тоже на пару дней затянуло. Жареное нельзя, да. Юра в армии не служил, Юра в армии родился. В Москве дождь, дошел, гроза. Да, дошел. Овощи, салаты, ну, такое. Не все овощи можно. Зачем диета? Все ляви, как говорится, такова жизнь. Какая пароварка? Большая. Картошка это диета? Нет, у меня просто, видите, в чем дело. Мне парное, отварное, мне нельзя жирное, жареное, острое, копченое и так далее. Мне, в общем-то, все такое light. Все отварное, все парное и мясо, и рыба, и, ну, и как бы гарнир. Гарнир у меня невелик. Китайская лапша какая-нибудь хорошая, такая, ну, такая, не та, которая там доширак, типа, да. Нет, хорошая китайская лапша, картофель отварной, рис, гречка, да и все, и все. Ну, мясо, да, мясо много всякого разного, ну, кроме свинины, баранины, телятина, говядина, рыбы много, но не жирной. Вот. Потом, что еще? Ну, яички можно, как бы, творожные там запеканки всякие, йогурты можно, творожки нежирные, что еще? Ну, из овощей, ну, из овощей такой, на пару приготовленный, кабачок, морковка, вот, огурчик свежий, что еще? Ну, немножечко совсем, петрушечки, укропчика можно, даже рискнуть зеленого лучка, чуть-чуть. Ну, и, в общем-то, в принципе, ну, супчик какой-нибудь куриный, такой легкий, или какой-нибудь такой борщ, Но не на свинине Какой-нибудь телятине или говядине Ну вот и все примерно мое меню Вот этим я питаюсь уже 4 года Повеситься хочется, если честно А спиртом занимаетесь? Не-не-не, я в этот бизнес не лезу Я очень похудел Ну, я помолодел Я предпочитаю называть это помолодел Привет, Уфа Хлеб, да, можно хлебушек Но такой, знаете, не свежий, скажем так Ну вот видите Да Я питаюсь на съемках, я с собой в основном беру Или если хорошо готовят, то я заказываю диетическое питание Ну вы знаете, с возрастом еда и сон перестают иметь значение Это не самое главное в жизни Оказывается Да Зато здоровое питание Я бы с удовольствием бы нездоровым питанием сейчас бы злоупотребил Но нельзя Организм молодеет Организм молодеет Да страшное дело Что творится вообще, купе? Я слышу, в лесу уже трещат деревья Видать, земля раскисла Ну, промокшая сильно И, видимо, кур не держит Ветер валит деревья Слышу, треснуло сейчас громко Нет, у меня гастрит У меня уже гастрит И у меня удален желчный пузырь У меня гастрит Вот У меня много там чего Там Я вообще удивляюсь Вообще, как я жив Что главное в жизни? Главное в жизни Вон Сын растет, здоровье Жена Слава богу, здорово тоже Вот Хороший человек И то, и другое растет Вот Что мир во всем мире Что в стране спокойно Вот это главное А остальное Работа есть Это хорошо тоже Ну, потому что Как бы Когда в твоей жизни Мало удовольствий Да Потому что Ну, алкоголь нельзя Жрать нельзя Вот В принципе Курить нельзя Это же все удовольствия Они вредные Они плохие Но тем не менее Вот В моей жизни этого нету Поэтому в моей жизни Остается работа И семья Все Ну Видите ли в чем дело 10 лет учебы Потом как бы Образ жизни Потом уже Сама работа Рано или поздно Это должно было Сказаться на мне Я еще хорошо Еще долго продержался Многие мои коллеги Загнулись С подобными вещами Еще лет в 30 Я до полтинника Дотянул Трусковец Моршин Да Трусковец Как бы Да Понятно Наверное Да Вот Так что так Это у вас Осталось в молодости Ну да Вы Юрий психолог Я Психопат Путешествия Есть еще Ну да Путешествия Есть Но Дело в том Что Я настолько Привязан К питанию Что я Если должен Путешествовать Со мной Должна Кухня Передвижная Полевая Передвигаться Вот Поэтому Мои путешествия Тоже Остались В прошлом Ну как Нет Я так вот Могу поехать Вот Но так Чтобы Прямо Это Далеко И надолго Вряд ли Вот Можно Привет Да Можно Можно Привет 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 У нас Перевернулось Все Машины Саратова Ты хочешь Не хочешь Жестником Станешь Да Жизнь Заставит Жена По характеру Какая Упорная Трудолюбивая Неревнивая Ну С характером Там есть Характер Вот Есть Ну Умная Красивая Что Как бы Большая Большая Редкость Да Вот Ну В целом Есть одно Хорошее Качество В жизни Было Несколько Раз Когда Она Патроны Мне Подносила Когда Я Отстреливался Ну Это Такое Образное Выражение Ну Оно Дорогого Стоит Ураган В Саратове Ой 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 У вас Циклон С Арктики Пришел Ну Видимо Да Позитивный человек Ну А что Мне остается Жаловаться На жизнь Ну Я и так На нее Жалуюсь Сам себе Так Тихонечко Иногда Ну Как Говорится Ну И что Ну А что Это Изменит Ну Буду Я Жаловаться На жизнь Жизнь От этого Лучше Не станет Знаете Как Кто-то Сказал Майк Тайсон Сказал По-моему Несмотря На то Что Голова У него Напрочь Отбитая Вот Он Сказал Кажется Так Что Если Ты Сдашься Если Ты Сдашься То Ничего Не изменится Станет Только Хуже Поэтому Ну Чего Сдаваться Понятно Что Скорее Всего Рано Или Поздно Я сдамся Скорее Всего Придет Просто Возраст Когда Я пойму Что Ну Как бы Уже Смысл Дергаться Нету Да Сейчас Просто Сын Маленький Сейчас Еще Вроде Сам Востребованный И Работа Вроде Б Есть Но Все равно Рано или поздно Придут Годы Когда Сын Вырастет У него Будет Своя Жизнь В профессии Я буду Не востребован Вот И так далее И так далее Вот Поэтому Как бы Рано или поздно Все равно Придется Сдаться Другое Дело Что Я Постараюсь Как говорится Оттянуть Этот Неприятный Момент Своей Жизни С подругой Хотите В актрисы Пойти Куда Лучше Поступать На Украине Не знаю Ну В Киев Наверное Там По моему Карпенко Карова Я не знаю Если он Еще остался Театральный Институт В Днепропетровске Колледж Театральный Но Там Не педагогов Там Ну Там Такое Там Их Объединили С культпросветом И там Сейчас Не пойми Что Вот Не знаю Насколько В Киеве Сейчас Хорошая Школа Театральная Не знаю Но Наверное В Киев Лучше Поступать Если уж Как говорится Начинать То с самого Лучшего Вот Потому что Ну В культпросвет Я считаю Не надо Идти Это точно Абсолютно Вот А Профессия Тяжелая Я Мне Честно говоря Девчонок В профессии Жалко Потому что Их Больше А Добиваются Какого-то Успеха Единицы Я бы Подумал На самом деле Подумал Бы хорошо Не знаю Чего Посоветовать То есть Что потом Знаешь Как говорится Спустя годы Мне на том свете Неякалось Что как говорится Послушала я Этого артиста Батурина Посоветовал мне Стать артистом Артисткой И вся моя жизнь Пошла Под откос Подумай Не уверен Не уверен Обручальное кольцо Прекрасно Юрий Будь ты надели Надали Людям Ну я стараюсь Это очень тяжело Оставаться Человеком Очень тяжело Как сказать Знаете Звание Человека Нормального Хорошего Надо еще Заслужить Так Гомо Сапиенсом Быть Существом Разумным А Человеком Это звание Старичков Задорных Киллеров Будем играть Ну может быть Может быть Почему нет Если позовут Привет Юрий из Донецка Здорово Донецк Здрасте Я вас Очень Лублу Я вас Тоже Лублу У вас Есть домашние Питомцы Да Жена И сын Потому что Я в принципе На них работаю Что Ревновали Партнерши Нет Почему ревновали Влюблялись В партнерши У меня Я подозреваю Что влюблялись Влюблялся ли я В партнерш Было Было Но это не выходило За рамки За рамки Профессиональной Этики Мы все Как бы люди Взрослые И мы Прекрасно Понимаем Как бы Да Ну что Кино Это кино А жизнь Это жизнь Вот Да Влюбленность В партнера На площадке Помогает Более Лучше Раскрыть Свои чувства К ее героине Вот Потому что Любовь Такое чувство Это единственное Что невозможно Сыграть Здесь Как бы Знаете Вот Или есть искра Между партнерами Или ее нету А вот от этого Очень многое зависит Как вообще Картина получится Ой Из вас Классный киллер Будет То есть Вы мне предлагаете Бросить профессию И все таки Заняться Заняться Как бы Киллерством Хотелось бы продолжение Отчаянных Да я думаю Всем бы хотелось Какой фильм Посмотреть с вашим Участником Слушайте А я сейчас Вот в шапке Под фотографией Я сейчас там Сделал ссылочку Если вы нажмете Вы посмотрите На сайт Куда вы можете Зайти Там полная Моя фильмография Вот прямо Заходите Смотрите фотографии Список актеров Вкратце Читаете сюжет И Опа И ищите Или на торрентах Или в ютюбе И смотрите Привет Юрий из Астрахани Здравствуйте Такое хреновое лето Слушайте Нет Я не могу сказать Что хреновое лето Было и тепло Было и жарко Было и прохладно И дождливо Все было Вы знаете Было бы наверное Очень плохо Если бы это была Какая-то такая Однообразная погода Или тупо жарко Что в июле Все уже было бы желто Да Или тупо Вот такой вот дождь Там с мая По сентябрь Нет Лето хорошее Грех жаловаться Весна Странная была Зима Странная была Это уже Как бы самое главное Все остальное Это уже Как последствия Вот Привет из Вятских Полян Здрасте Юрочка Вы нам ссылочку сделали Я вам потом покажу Хорошо Привет из Ростова На Дону Здрасте Нормальное лето Да Хорошее лето 57 фильмов Ты посмотрела Ну молодец Ты главную школу Ты хорошо закончила 57 фильмов Посмотрела А то ты посмотрела 57 фильмов А у тебя Какие оценки В конце года А то будет потом Батурин виноват Что смотрела Его фильм А не училась Ай У вас тоже уже холодно На Украине устали От жары Вот сегодня Отдыхаем от жары Привет Привет Здрасте Возможно Актриса В вас и влюбляется И в любви У вас невозможно Не влюбиться Ну Ну хорошо Ладно Не буду с вами спорить Как зовут Вашего сына Меня сына Зовут Богдан В кино Образы Тут реально Людина Как в жизни Конечно Оценка Не главное По жизни Ну не скажите Не скажите Не скажите И вообще Не умничайте Ребенок еще Не дорос до вас Это вы уже можете Как бы судить О чем-то Что вы тут Это задвигаете Тему Деточка Учись хорошо Оценки очень важны Привет из Херсона Батурин виноват Точно Мэм Батурин виноват Где любите отдыхать? Везде Юрий Приезжайте к нам Волгоград Погреетесь Да я Я тут два дня В Москве потел Извините Че мне греться У нас в Москве Вчера Позавчера Было 30-33 Нормально было Сейчас немножко Зной Спал С соленой хмельницкой Нет не снимался Грибы в лесу Есть Ну слушайте Надо пойти Посмотреть Уже возможно есть При такой погоде Я думаю точно есть На даче Да Мы вас тоже любим Да Удачи Еще раз вам все Спасибо Вы были в Латвии Я в Эстонии Прожил С 6 До 14 лет Ну почти грубо говоря Там 10 лет я прожил Да Где-то с 4 лет Наверное С 4 с 5 До Вот 14-15 Татарстан Да У нас 42 Сочувствую Привет из Баку Здрасте Баку Вы там что с армянами Опять не поделились Что там я слышу Стрельба какая-то Вам что делать нефиг что ли Не надо Не надо Да Меня озвучивал другой актер На ураганном ветре Да Но я в это время Плыл по Я в это время Плыл на Валаам Снимался и не мог быть В студии И озвучивать Да Как всегда грустно Немного когда спадает Жара Так А почему так одеты У вас нет лета Ну видите Снег такой зеленый Вокруг И И прозрачный Снег в данный момент идет Зима такая у нас Зеленая Вот Ваше любимое блюдо Я не буду комментировать Надоело Уже Как вы относитесь к ситуации в Хабаровске А я кстати говорил Ситуация мне непонятная С одной стороны В принципе у человека есть Как бы Ну есть Прошлое За которое Ну так По хорошему там можно нарыть И посадить Сто пудов Вопрос Вопрос как бы в том Почему сейчас Вопрос в том Что он сделал Как бы Говорят что вроде бы сделал До этого был какой-то губернатор Который в принципе много сделал Но он такой Знаете Типа надоел Надоел Я не помню фамилию Был какой-то губернатор Там еще с 90-х Который там Надоел Вот Поменяли на его Какого-то там Местного Но с единой России Ни хрена не сделал Вот Загнал Хабаровск в долги Пришел и этот Товарищ С историей Такой Со шлейфом Явным Не знаю что он сделал Такого что за него Там Ну там народ Как бы там вышел на митинги Я не знаю Мне кажется народ там Как бы подогревает Чем-то скорее всего Ну какой-то там Историей Не знаю что он сделал Но В общем Нет у меня однозначного понимания Это раз Как бы хорошо Или плохо Не знаю Не знаю Вот Я знаю что такими Ну как бы Наверное нужно высказать Свою точку зрения На происходящее Но это исключительно Задача местных Вам так сказать Виднее Решайте Мне как-то вот Не до конца понятно Потому что я Ну я же не хабаровчанин Да Трудно мне Трудно мне Я не особо верю Как бы И тем кто там На митинге Потому что я знаю Как эти митинги Устраиваются Да Вот Я не особо верю Как бы там Следствию Вот Хотя говорю я еще раз Предполагаю Что у человека Из 90-х Зная как бы Его Пути становления Я понимаю Что Что Там дыма без огня Не бывает Вот Тем более На него показали На него показания Дали Ну как бы Не просто там Какие-то случайные люди А в каком-то смысле Там люди Которые с ним Были в это время Ну в смысле рядом Ну пока разбираются Там посмотрим Жена нет Жена у меня Из зрителей Ты хорошистка Ну ладно Смотри дальше Фильмы с Юрием Батуриной Хабаровчанам Уважение Мирно Не знаю Да Я думаю Что там Как бы такая ситуация Там есть явные провокаторы Я думаю Что им на хабаровчан Как говорится С прибором Положить Им нужна Там другая история Что называется Как бы Да Чтобы там какая-то кровь пролилась И так далее И так далее Вот Стоит отдать должное Действительно Полиции И в целом Хабаровчанам Которые Ну как-то Так скажем В В пределах Да Как бы Себя держат Вот И полиция не лютует И люди в общем-то В большинстве своем Я заметил Пресекают попытки Спровоцировать Полицию На какие-то там Жесткие меры Но что я могу Совершенно точно вам сказать Дорогие хабаровчане Готовьтесь Вот Вот Вы первые Уйдете На вторую волну Карантина Это вот Сто пудов Я прямо вот Зуб даю Век воли Мне не видать Потому что Я так чувствую Что У вас там сейчас У вас там сейчас Полыхнет Полыхнет Вот Ну как бы Это расплата За Несоблюдение Каких-то там Норм Там Дистанции Там Потому что Я не видел людей в масках Все что я смотрю В интернете По хабаровску Я не вижу там людей в масках В подавляющем большинстве Кто-то есть Но Я так думаю Что у вас там сейчас Будет Ай-яй-яй Ай-яй-яй Да Десять негритят Кто ж их не смотрел Вы провидец Да нет Я просто очевидные вещи Совершенно говорю Вот Ну Что делать Посмотрите Что в Америке происходит Америка вообще В два раза больше Людей заболевает В два раза больше Умирает Но зато Жизни черных Имеют значение Памятники Посносили Вот Мне такое ощущение Что они перепутали Таблетки Вот те таблетки Которые были для Украины Их не надо было Принимать Самим Вот Потому что Симптомы Абсолютно Одинаковые Вот Ну что касается Америки Да мне на эту Америку Вот верите Вот Вот Если Севереста Можно Простите за подробности Пописать без проблем То вот я бы это сделал Так а что касается Америки Мне на нее вообще плевать Я считаю что Америка заслуживает Просто реально кары Божьей Человеческой За то что она сделала С этим миром За последние там Двадцать пять Тридцать пять Там лет Я даже не беру Индейцев уничтоженных Вот Я даже не беру Десять миллионов Уничтоженных индейцев Вот Ну вот как бы я В этом плане Очень категоричен К Америке И я этого не скрываю Никогда Вот Мне очень жаль С одной стороны Там огромное количество Людей Хороших Актеров Писателей Музыкантов Я буду по ним Скучать Если честно Если Америка Вдруг исчезнет Я буду скучать По американской Литературе По американской музыке И по американскому кино Это единственное По чему я буду скучать Правда Простите меня Я может быть Немножко сейчас Не корректен Но Как говорится Че думаю То и говорю Петь Ну сейчас да Здрасте Я пою только за деньги За большие деньги Я У меня выступление Дороже чем у Стаса Михайлова Нет Я вот хочу поехать В Кубинку В храм Я обязательно Если поеду В храм Армии Я обязательно Оттуда сделаю Какое-нибудь видео И фотографии еще Обязательно сделаю Вы дружите С Ярославом Бойко Нет Мы не дружим Мы пару раз Виделись Но в целом Мы у нас Ну такие Нормальные отношения Ровные Их нельзя назвать Там дружескими Или приятельскими Но нормально Мы никогда С ним не пересекались На съемочной площадке Вот Но я очень хорошего О нем мнения Он очень порядочный Человек И очень хороший актер Вот Я в своей Любимой тужурке Да Я ватник Это ватник у меня Это у меня У нас в России Такой ватник Да Ну у нас прохладно Ну пели уже Ну спойте Нет Нет Не надо меня умолять Я понимаю Если бы у меня Сыр во рту был На что я обращаю Внимание При первом знакомстве Мужчина или женщина Уточняйте пожалуйста Были в Дивеево Просто Когда с мужчиной Знакомишься На одну обращаешь вещи Когда с женщиной На другое Дякую Да Вот С какими актерами Вы учились Я учился с кем Я сейчас скажу С кем я учился В Щукинском училище Я учился Вместе с Лешей Завьяловым Армандсом Невансом С Ваней Рыжиковым С Аленой Ивченко А в ГИТИСе На курсе Марка Анатольевича Захарова Я учился С Костей Юшкевичем С Агрипиной Стекловой С С Витей Шамировым И наверное Ну наверное Вот так вот все Это мои однокурсники А что касается Вообще потоков Ну там много ребят Было известных На сегодняшний день Любимая актриса Кого-то выделить Прямо что Прямо Любимая Ну Ольга Павловец Да Ну Светлана Хаченкова Да Наташа Терехова Да Нету ее здесь Не услышала Не узнает Вот Кто еще Аня Банщикова Кто еще Из таких Прям да Вот что Ну прямо Вы знаете Со всеми хорошо Но бывает просто Особенное Потому что Ну за кадрами Какие-то вещи Происходят Вот Такие знаете Хорошие человеческие Юлька Пожидаева Отличная прямо Вот Мы с ней Очень много времени Вместе проводили Когда снимались В Обручальном кольце Кто еще Из таких Прямо Так вот сейчас Не могу вспомнить Прямо Честно говоря А ну Куликова Потом Кто еще Ну прямо Сейчас Забили 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 мне Сейчас прямо Подмысленные Я Я сейчас Поставил себе Блок И сижу сейчас В файлах Копаясь в голове С Алисей Фатаховой Ну да Нормально Поснимались Так Банщиков Да Она такая Прикольная Она причем Поверьте Она в жизни Она в жизни За кадром Прикольнее Чем в кадре Иногда даже С Алисей Фатаховой Мы снимались Хорошие у нас были Антонова Наташка Конечно Конечно Спасибо что А я ж сижу В голове Перебираю Думаю Кого-то ж я еще Кто-то ж у меня еще Зазнобушка Любимушка Вот Занозушка Так сказать Сердечная Она Она родная Антонова Точно Почему ушел Из обручального Кольца Надоело Кем кроме артиста Хотели бы стать Слушайте Я хотел стать военным Но Слава Богу Бог Как говорится Меня уберег Привет из Беларуси Да Добрый вечер Из Берлина Гутен так Какую книгу Прочитать Ваш совет Да любую Любую Если вы спрашиваете У меня Какую книгу Прочитать Я Я же не могу Вам Посоветовать То что на мой Вкус Потому что я мужчина Я читаю Какую-то такую Мужскую Литературу Вот Она вам Точно Будет Неинтересна Но если хотите Могу посоветовать Я уже говорил Сергей Тормашев Наследие Тормозит Да Ребятки Наверное Я думаю Уже будем заканчивать Мы с вами Хорошо пообщались Так прямо Душевненько Тем более Что висим Все Всех обнял Всем всего хорошего И до скорой встречи